На одной из площадок кинологического городка принимали зачеты под действием патрульно-розыскных собак. Кинолог дает команду на задержание преступника. Ни выстрелы, ни замахи не должны испугачить вероналкового помощника. Он мертвой хваткой вцепляется в рукав. В роли злоумышленника – помощник судьи, иначе говоря, фигурант. Он помогает судье оценить способности животного. То, как собака реагирует на любые виды агрессии, ее способность вести борьбу с человеком и общую подготовку. Когда она нападает, она находится в возбужденном состоянии. И способность кинолога контролировать собаку в любом ее состоянии. То есть отзыв. Что в жизни всякое бывает. Что человек в последний момент может бросить оружие, бросить нож и сказать «я сдаюсь». Только в кинофильмах собака сама принимает решения. Авторы наделяют Рексов и Мухтаров человеческим интеллектом. В реальной жизни, тем более служебно-боевой деятельности, собаки должны все делать по команде кинолога. На заключительном этапе чемпионата проверяется готовность специалистов с минно-розыскными собаками по знанию общего и специального курса дрессировки. Общий курс дрессировки – это подразумевается выполнение собаками по командам специалистов приема общего послушания. Ну, то есть, например, сидеть, лежать, переход в свободное состояние, преодоление элементов полосы препятствий. В условиях чрезвычайной ситуации кинолог и его четвероногий помощник должны работать как единое целое. Собака должна слушаться специалиста и понимать его с полуслова, считывать информацию с жестов. Если нужно ползти, то собака ползет рядом. Помимо этого, у нас приемы специального курса, что касается непосредственно работы кинологов по поиску взрывчатых веществ, самодельных взрывчатых веществ на поле, на дороге, в отдельно стоящих автомобилях, малогабаритных вещах, нежилых помещениях. Чемпионат по многоборию кинологов проводится в Приволжском округе в третий раз. В этом году он проводился на базе Саровской дивизии. Участниками стали более 80 специалистов территориальных управлений и специальных подразделений Приволжского округа.